Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Вы очень часто спрашиваете меня, как же содержать дом в порядке. Я частично записала процесс своей уборки, потому что если бы я снимала каждую комнату, каждый этаж, а у нас их три, этот влог был бы бесконечным. Я знаю, что некоторые ждут влогов на пару часов, но, наверное, это слишком. В любом случае, я приглашаю вас убираться вместе со мной, и также я купила новый декор, который мы вместе с вами расставим. И это даже не все, потому что у меня на фоне коробки я купила достаточно много вещей на распродаже, я заказывала то, что мне нравится, и думаю, что если будет классным, то я оставлю, а то, что не понравится, верну обратно. Оказалось, что хороших по качеству вещей гораздо больше, и обувь, и сумки. Короче, мне нужна ваша помощь, мне нужно как-то определиться, что едет обратно, что я буду буквально отрывать от своего сердца, а что поселится в моем гардеробе. Поэтому оставайтесь со мной, сегодня точно будет интересно, мотивационно, и вообще, я знаю, что вы любите всякие бытовые штучки, наряды и так далее, так что поехали! Начинаем этот влог! Каждые мои порядки, большие или маленькие, всегда начинаются с того, что я ставлю стирку. Это неотъемлемая часть моей жизни, стирка у меня никогда не заканчивается, и в этот день как раз мальчики поприносили все со школы, потому что у нас закончился учебный год, по правилам у них форма для физкультуры, для танцев, для бассейна, все хранится отдельно, и периодически они приносят их домой, чтобы я все постирала и посмотрела, что они потеряли. Поскладывала мешочки, и прежде чем начну уборку, заливаю унитазы Доместас, он работает, а я прохожусь везде влажной тряпкой, для того, чтобы убрать какую-то грязь, пыль, и такую уборку мы делаем, ну вот прям генеральную, да, где-то раз в несколько недель, но вообще мы стараемся поддерживать чистоту дома, если что-то сильно запачкалось, нет проблем даже помыть там унитаз или что-то отдельное. Никогда ничто не ждет генеральной уборки. И я люблю начинать этот процесс с детской ванной комнаты, потому что они всегда не настолько аккуратны, как взрослые, это нормально, и поэтому самое грязное отмываю сначала. Они иногда, прежде чем доберутся до своих комнат, все выключатели потрогают, а тут где-то зубная паста осталась, и вы знаете, я спокойно к этому отношусь, мы стараемся их приучать к чистоте, но без какого-то фанатизма. Во время уборки я использую разные тряпочки, я уже успела вам показать двух своих любимец. Это тряпочка от Vileda и также из AliExpress. Они абсолютно восхитительны для любой уборки, для любых поверхностей, потому что они хорошо все отмывают, также не оставляют после себя разводов и каких-то, знаете, мелких там пылинок, ворсинок и так далее. И вы можете их использовать как в сухом виде, так и во влажном. Что касается бытовой химии, то я, конечно, стараюсь покупать более натуральную, но не всегда. Когда что-то заканчивается, я без проблем могу приобрести что-то в ближайшем магазине, и всегда все по-разному, я не привязываюсь к одному бренду. То, что мне нравится, это обязательно что-то для керамических поверхностей, для раковин и унитазов, конечно же, для дезинфекции. Тряпочки, которые я вам показывала, они у меня в большом количестве во всех санузлах, а у нас их три в кухне. Чтобы не бегать по этажам, не искать, и мало ли, когда оно мне может понадобиться и пригодиться. Точно так же средство для мытья окон, и я использую для мытья зеркал. И оно тоже располагается у меня везде, где есть какие-то зеркала или окна. Сейчас я нахожусь в нашей ванной комнате, и она самая большая, но она самая чистая, потому что зачастую мы с мужем протираем, например, там раковину или зеркало. Если где-то ляпнули или просто чистили зубы и умывались, это две секунды протереть раковину, чтобы не было разводов. В этот день я снимала видео, я работала, и только после обеда занялась уборкой. Я вообще при таком боевом раскрасе не убираюсь. Это скорее исключение, просто так получилось. Я начала уборку после обеда и закончила к обеду следующего дня с перерывом на сон. Для унитазов мне нравятся вот такие штуки, как вы уже раза два, наверное, видели. Их удобно приклеить, и они поддерживают чистоту и свежесть унитаза. Это наш основной санузел. И гостевой вообще он находится на первом этаже. Мы им пользуемся чаще всего, и здесь уборка тоже чаще. Кстати, я редко убираюсь одна. В основном мы с мужем занимаемся этим вдвоем и также поддерживаем чистоту дома вдвоем. Даже чаще, девочки, мой муж убирается сам. Но у нас с ним есть распределение обязанностей, если мы вдвоем беремся за это дело. Например, я убираюсь в санузлах, в детских комнатах, в своем кабинете в спальне, меняю все постели. Ну, то есть постельное белье. А он пылесосит, моет полы и чистит всю кухню. Также моет окна. Ну, в зависимости от того, сколько у кого времени и сил. Вечером я пропылесосила все этажи, а утром посмотрите, какой сюрприз меня ждал. Просто катастрофа, но это нужно пережить. Потом я пошла гулять с юлки, и я была уже настолько уставшей. Помыла собаку, потому что за окном был дождь, она очень сильно испачкалась, повесила стирку. И потом уже без камеры убиралась в детских комнатах, в спальне, в своем кабинете. На окна у меня не хватило сил. Оставила это на следующий раз. Также я без вас уже мыла душевые кабины, и мне еще нужно было на следующий день собрать детей в лагерь. Поэтому я постирала им кроссовки, поставила их сушиться и приступила к кухне. Видите, что за окном темно. И кухня это одно из самых чистых помещений в нашем доме по той причине, что я стараюсь поддерживать порядок. И мне нравится то, что муж со мной заодно, потому что если что-то грязное, мы всегда это убираем сразу. И всегда чистая плита. У нас никогда нет гор посуды грязной. Можно все загрузить в посудомойку или быстро помыть. Я ненавижу проснуться утром, чтобы было что-то грязным. Но, конечно, если я там болею, то могу себе позволить бросить все, и тогда муж уберется. Или если не успели. Но бывает по-разному, знаете, без каких-то особых заморочек. Периодически тоже мою свою кофе, машину, прохожусь по всем поверхностям. Конечно, влажная уборка никогда не заменит обычную, когда ты протираешь просто пыль. Я люблю пройтись по всем поверхностям. Также не показала, чем я мою раковину. Но она такая белая и чистая у нас, потому что я использую пасту от The Pink Stuff. Но вообще у меня кухня никогда не в запущенном состоянии. Единственное, что это тостер, которым пользуются дети. Я не всегда его мою прям в тот же день, когда мы его используем. Поэтому где-то там прилип сыр, еще что-то. Это приходится подраить. И также мы всей семьей любим приносить что-то в дом, например. Не хочешь нести на очередной этаж и оставляешь это в кухне. Тут вазы где-то не попрятал. И образуется такой визуальный хаос, когда очень много вещей. То дети медали повесили, то еще что-то. Поэтому, когда пораскладываешь, уже фух, так легче становится. И я еще во время генеральной уборки всегда протираю поверхности. Все шкафчики там, не только там, где что-то режешь и так далее. В зале у нас тоже чисто, потому что мы, в принципе, каждый день пылесосим и моем пол. Потому что у нас собака большая, дети бегают. Вот, прохожу свифером, вытираю пыль. Так как недавно делала влажную, такую легкую уборку. И утром проснулась с новыми силами. И слава богу, что я не мыла пол до этого, потому что у нас линька. И вот так утром выглядел пол. Вся лестница, где юлки прошлась. Я взяла ее на прогулку. Это я снимала уже после. Я ее очень хорошо вычесывала. Прям круто. Она такая немножко сейчас облезшая. Беру дайсон. И вот, что только на одном этаже. Если у вас есть собака, то это не только самый верный, добрый, ласковый друг. И море позитива. Это очень много времени. Это очень большая ответственность. И для меня это не проблема. Я готова мириться с этим. Но будьте готовы к тому, что линька это такой не самый приятный процесс и период. И она у нас никогда не спит на диванах. Мы ее так приучили, а она и не просится. Иногда может залезть там, когда играется со мной. Но вообще нет. Все равно, несмотря на это, я пропылесосила диван. Постирала вчера вечером полотенце для рук. И отнесла на место. Я очень люблю, когда все лежит по местам. Но поддерживать такой идеальный порядок в повседневной жизни достаточно сложно. Поэтому в шкафчиках разных я вообще в отдельный день навожу порядок. Иначе это нереально за один день убраться. У нас диван покрыт таким материалом, который спокойно можно отмыть обычной губкой с водой. Также мы все любим проводить время в зале. Так что я регулярно снимаю наволочки и стираю вместе с пледами. Если вам интересно, сколько же времени занимает такая уборка, если начинать в один день, то с утра до вечера. И убираться одной. Мне осталось помыть полы. У меня вот такая швабра. Наверное, это веледа. Я даже не знаю, муж принес домой. Кафель я мою обычной водой. Иногда с посудомоем. А для паркета у нас не ламинат, а паркетная доска. Мы используем специальное средство, которое муж покупает где-то в интернете. И после него пол идеальный, как будто новый. Он даже по тактильным ощущениям другой. И выглядит как новый. Боже мой, какой кайф. Такая чистота, аж как будто светлее стала в доме. Правда, моя спина готова послать меня на три буквы. Хорошо, что у меня сейчас тейпы. Поэтому все окей. Я купила несколько новинок для декора. Вообще-то я собиралась это все просто расставить. Но ситуация требовала моего вмешательства со шваброй и с тряпками. Потому что иначе никак. Короче, я удачно заехала в Пепку. И мне сейчас нравятся элементы декора в таком стиле боха. Я взяла несколько элементов. И сейчас посмотрим, что из этого получится. Во-первых, зеркало, которое я хотела бы отпарить слегка аккуратно. Оно из соломки вот такой. И планирую повесить его сюда еще с одной штучкой. Также лампа вот там новая. И в Пепку продавались такие листья. Они натуральные. У меня как раз есть вазочка из Юска. Я подумала, что она сюда хорошо подойдет. Но она, блин, проваливается. Она, он проваливается. Не ваза проваливается, а листок. Что-то я как-то иначе себе это представляла. Я сейчас подумаю, что с этим можно сделать. Я была не в одном Пепку, но я хотела как раз купить какой-то ковер новый. Такой типа коврик скорее, а не ковер. Вот такую расцветку сейчас разложу и глянем. Он небольшой, но, наверное, даже хорошо, потому что гораздо удобнее убирать, когда нет ковра. Потому что он у нас работает как шерстесборник. Здесь у меня еще одно зеркало. Вот такое побольше. Я хочу, чтобы все три были разными. У меня как раз есть с прошлого или с позапрошлого года. И не уверена, что они поместятся все здесь. Но я буду пытаться. Шикарная свеча. Пепка – это недорогой магазин, поэтому я не особо потратилась. Очень красивая. Даже когда она сгорит, нужно будет как-то аккуратно собрать оставшийся воск. И потом буду использовать вот это как вазу. Вот такой классный подсвечник. Его даже можно будет потом вынести на террасу. Но так как у нас часто идет дождь, блин, жалко оставлять. Пусть пока что побудет дома. Еще взяла дорожку. Ее я пойду отпаривать. И как раз поищу, какие у меня там есть наволочки, которые подойдут по стилю. Они точно есть. По размеру коврик, в принципе, даже окей. Мне кажется супермаленьким. И цвет такой универсальный тоже. Терракотта с бежим и с графитовым. Или это черный, не знаю. Ну вот что-то такое темненькое. Мне кажется, кролики сюда вообще не в дни ворота. Нужно их убирать. Лампа прикольная, такая плетеная. Можно, конечно, купить плетеный абажур. Я когда-то заказывала на Ларидут, но он не подошел по размеру к моей лампе. У меня такое случается. Кажется, что все достаточно стандартно, но как бы нет. Вот это мохнатое зеркало я без проблем отпарила. Оно еще и было слегка неровным. Так некоторые веточки сильно торчали. Я их постригла. Вот что у меня получилось в этот раз. Наволочки у меня были из H&M. И, похоже, там всегда тоже продаются. А еще при входе у двери я повесила такую штучку. Она мне досталась пару лет тому назад в какой-то пиар-рассылке. И вот пригодилась. Хотя раньше она была в другом месте. Субтитры сделал DimaTorzok. Теперь начинаем рассматривать покупки одежды. Я так напилась девочке кофе, что у меня, возможно, даже дрожат руки. У меня было несколько заказов. И этот костюм я купила чуть ли не в последнюю очередь. Хотя я вообще не делала на него никаких ставок. А по факту оказалось, что это тот самый комплект, который оказался гораздо лучше, чем я предполагала. Потому что он эффектный. Он отличается от того, что у меня уже есть. Как раз я хотела разнообразить свой гардероб. И расцветка здесь интересная, летняя. На пляж, в город, с каблуком, без каблука. Я сегодня вообще в шлепках. И тоже будет очень удобно. Мы собираемся в семейный отпуск. И самое крутое в этом костюме то, что здесь смесь натуральных, как это, ингредиентов. Назовем это так. То есть она приятная, дышащая. И здесь много натурального. Топ свободный. Вот такой, с широким рукавом. Укороченный. Юбка миди. Она идет с запахом. Но ноги не особо выглядывают. Здесь в области живота есть складочки. И они могут как придавать объем, так и немного прятать лишнее. Но на меня в талии юбка чуть-чуть широковата. Ничего страшного. Я это прощаю. По-моему, выглядит очень классно. Необычно. И я составила комплект с обувью, которая у меня уже имеется. Это шлепки из Страдивариуса. Ну, они очень удобные, мягкие. Я вам говорила о них в прошлом году. Сейчас уже таких, к сожалению, нет. И можно добавить такие золотые аксессуары какие-то. Побольше, да? Вот как мои сережки заровские. И я буду снимать рилс. И, наверное, вставлю вам еще вертикальную картинку. Вот такие большие. И не могу поднимать камеру, блин, когда я вернусь к съемкам в городе. Я тоже не знаю. Возможно, когда-то это произойдет. И в Заре я тоже нашла комплект браслета. Вот такой. Он стоит недорого. И браслеты можно носить сразу все вместе. Или же надевать там один. Как-то комбинировать с чем-то другим. Или вот так сразу все вместе. И я все думала, оставлять эту сумку или нет. Но, похоже, она остается со мной, потому что случайно спала этикетка. Девочки, она такая прикольная, плетеная. У меня, конечно, уже достаточно летних сумок. Но, блин, она оригинальная. Она очень удобная и легкая. И по сравнению с моим мешком и с моей авоськой из H&M, здесь сразу внутри есть мешочек. То есть можно затянуть, и ничего не будет вываливаться. А так мне приходилось носить с собой еще и косметичку. Здесь ручки тоже из материала. Конечно, если она запачкается, будет немного напряжно ее постирать. Но можно тоже сдать в химчистку. Бусинки по всему периметру. И вот такие рыбки. И она настолько оригинальная. Она стоит недорого. Скоро будут еще больше скидки. И я откопала ее в торговом центре. То есть она где-то лежала. Там вообще запрятанная буквально онлайн. Я ее не видела. Но я оставлю вам номер артикула. Очень прикольная. Такая же рыбка со второй стороны. То есть вот этим шнурком мы затягиваем мешочек, который располагается внутри. Не знаю, как вам, а мне очень нравится этот наряд. Он может быть и как элегантным, и повседневным. Женственный, оригинальный, необычный. Супер. Я считаю, что это настоящий летний улов на распродаже. Следующее это комбез. И здесь в составе есть лен. И вообще он классный. На такие прохладные дни, даже на конец лета. На весну, на осень. Это будет супер вещь. Я испортила один из своих любимых комбинезонов. И также платье из льна с прошлого года. Из H&M. Я, короче, расстроена. Увидела этот комбез. Взяла себе в размере XS. И он сидит достаточно свободно. Он сразу продается с поясом, который типа как резинка. Его можно больше затянуть. И я надеюсь, что он не растянется. Не будет на мне прям сильно болтаться. Я планирую носить этот комбинезон и с плоским ходом. И также с обувью на танкетке. Это у меня босоножки из Zara. Но здесь танкетка сужается к низу. И мне кажется, что я в них убьюсь. Настолько быстро я разучилась ходить на каблуках. И на танкетке я просто в шоке. Я не знаю, как я раньше это делала. Но сейчас прям, думаю, что хоть бы не сломать себе ногу. Или вообще не грохнуться. И пока что эта сумка с этикеткой, она подороже. Это какая-то коллекция Zara из кожи. Она очень вместительная. Точно такая же есть черного цвета. С черным мешочком внутри. И я стояла, выбирала. Мне просто еще и нравится черное. Мой мешок из H&M растянулся. И я вот думаю, какую из них все-таки взять. Тоже нашла в торговом центре. Я только пробегала и покупала кое-что детям. И, видите, тоже не вышла без покупок. Я в своем репертуаре. Сумка такого карамельного цвета. И внутри светлый мешочек. Она с одной ручкой. И это как раз не именно пляжный вариант. Ее можно спокойно надевать в город. С элегантными образами. Она очень удобная. Но я не могу сказать, что она прям суперлегкая. Все-таки это кожа. И мне кажется, что такая сумка вообще лучше всех остальных послужит. Что скажете, девочки? Потому что цвет универсальный. Я хочу вам честно сказать, что я просматривала какие-то дорогие сумки. Типа лоэвы. Вот что-то хотелось на лето. Карамельно-бежевая. Жак-мю вот эти вот все смотрела. И как-то, не знаю, мне кажется, за летнюю сумку столько отдавать. Но я была готова. А тут встретила эту и думаю, это еще и кожаная. И она не чисто пляжная. Можно достать мешочек и вообще как-то по-другому ее носить. Кому прикольная. Она еще более вместительная. Если не складывать все в мешок. Вот так она смотрится на плече. Блин, крутая. И я не уверена, что я все найду онлайн. Поэтому номера артикулов ввели на экране или же оставлю вам в инфобоксе. Она не совсем бюджетная. Видите, стоила 300 золотых. Но я взяла за 199. Может быть, дальше она будет еще с большей скидкой. Но боюсь, что их очень быстро разберут. Пляжное платье, которое я взяла без примерки. Потому что по факту оно безразмерное. Мне понравилось то, что здесь в составе большая часть хлопка. Немножко синтетики, чтобы он не затирался, не закатывался. И люрекс. То есть это платье с таким как бы отблеском. Оно, конечно, просвечивается. Поэтому я не особо вижу его в городских образах. Разве что с каким-то боди. И у меня как раз есть несколько купальников. Один, правда, я не могу найти бежевый. Но зато у меня есть коричневые. У меня только верх от него. Потому что тоже низ где-то в стирке. Я не знаю, какая-то Маша растеряша, как Игнат. Понятно, в кого он. Платье красивого песочного цвета и с золотыми аксессуарами. Смотрится восхитительно. Я уже вижу, как я буду щеголять на пляж. Мы собираемся в семейный отпуск. Поэтому очень даже актуально. Плюс эта вещь не сезонная. А именно, ну как, на лето. Но в смысле в следующем году она также будет актуальна. И сзади здесь достаточно глубокий вырез. Как раз все будет еще больше продуваться. Эффектно. И даже куда-то пойти в ресторан просто с пляжа. Уже лучше, чем в одном купальнике. Нет, ну сумочка, наверное, остается. Я ее вижу в таком количестве образов, что я уже не могу и не хочу от нее отказываться. У своей мамы я подсмотрела шлепки из манго. Только не знаю, она покупала их в этой коллекции в этом году или раньше. Они на устойчивом низком каблуке. Вот. Как раз коричневые. И я не хожу на высоких каблуках. Хоть убейте меня, разве что на выход. Вот так до пляжа я бы, конечно, добралась без проблем. Мне кажется, они такие удобные девочки. И они есть еще нежно-желтого цвета. Но мне показалось, что коричневые будут более универсальными. Они мне послужат, ну я надеюсь, долго. Но просто количество раз, которые я буду их обувать, гораздо больше, чем, например, желтых. Они спереди сделаны, видите, с перепонкой между пальцами. И спереди не квадратные носа, слегка вытянутые. И у меня 38 размер. Еще взяла себе серьги морскими звездами. Покажу вам поближе. Вот они красотки. Мне нравится приглушенное золото. Бижутерия из Zara у меня иногда вызывает раздражение. Пока что я не заметила ничего такого. Ни в тех сережках, которые я покупала раньше. Ни в этих. Но это зависит, наверное, от металла, который они используют. Я видела такие же на Алиэкспресс. Но у меня вопрос, будут ли они там блестящими и точно такое же качество или нет. Мне сложно сказать. Но там еще в коллекции есть кулон. И на Алике он тоже есть. Господи, я постараюсь не забыть и пооставлять вам ссылки. Потому что я могу что-то говорить. А потом, когда публикую видео, то забываю. Эти серьги я купила на распродаже в H&M. Они недорогие. Но мне понравился цвет. Они как жемчужные, такие черепаховые. То есть они с небольшим переливом. И принт не совсем черепаший. Ну, короче, приглушенный. Такой, видите, коричневый цвет. Супер универсальный. И с моей бежевоманией я точно найду им применение. Ну и то, что вам точно понравится, это платье из ткани Ришелье. Белое, очень нежное, очень красивое. Конечно, не только с танкеткой. Вообще даже на праздник куда-то можно надеть. На какие-то крестины. Платье с подкладкой. Это стопроцентный хлопок. Мне кажется, даже без пояса оно еще более выигрышно может смотреться. Оно у меня в размере XS. Сбоку застегивается на замок. И с одной стороны вот такая шлейка. Как вам мои покупки? Мне кажется, что из одежды вообще все удачное. И с аксессуарами мы с вами еще не совсем разобрались. Увидела в Мангу этот костюм. И решила взять его, скорее всего, вернуть и шорты, которые я показывала вам в прошлом влоге из H&M. Они хороши, с ними все окей. Но все-таки по оттенку они отличаются с рубашкой. Рубашку я и так могу носить с чем угодно отдельно. А вот этот костюм то, что надо на сильную жару. Потому что это мега тонкий хлопок. Это, наверное, тоже Ришелье или нет. Я точно не знаю, но знаете вы. Видите, то есть сам материал, он как бы с такой вот вышивкой, что ли, с перфорацией. Ну, прикольно. Качество хорошее. И я сейчас завяжу, покажу, как я это все планирую носить. Но имейте в виду, что рубашка на мне в размере L. Это совсем не L. Вот вообще ни разу. Даже рукав, видите, ну это очень сильно. Заниженная размерная сетка. А шорты в размере S с шортами все окей. У меня, наверное, какая-то мания. Я всегда подворачиваю все рукава, которые есть. И в жакете я тоже подтягиваю. Рубашки мне нравится завязывать. Шорты свободно сидят. Классно. Они без подкладки. Немного просвечиваются карманы. Ну, все окей. С какими-то вот такими жемчужными украшениями, с подвесками. Супер. Это у меня подвеска от девушки, которая делает украшения в Польше. Ну, ему уже пару лет. Я даже не знаю, занимается она этим или нет. Но очень его люблю. И качество у него шикарное. У этого кулончика. Вообще у подвески. И в Заре нашла шлепки. Взяла тоже наобум. Думаю, посмотрим, что из этого получится. Они в такой леопардовый принт, но не слишком яркий. Сильно яркий леопард. Я не люблю еще черные очки. И видите, я уже готовлюсь на моря снова. Шлепки у меня в 38 размере. И я также взяла еще сумку. Она из коллекции подороже. Но из распродажи. Была еще какая-то. То ли зебра. Ну, в общем, обычная сумка, казалось бы. Но она может эффектно выглядеть в простых нарядах. И посмотрите, насколько здесь ярче. Вы вообще-то видите. Вот я лично вижу, что это очень яркий принт. И он будет меня сжирать. Мне нужно что-то поспокойнее. Сумка вместительная. Она, правда, не застегивается. Как мини-шоппер. Такой. Здесь один карман, длинные ручки. Их удобно можно набросить на плечо. То есть сумка классная. И у нее размер не слишком большой. А я бы сказала средний. Она поедет обратно. Блин. Стоила 100 евро. Я взяла ее за полцены. Но отправлю обратно. Потому что для меня это too much. Ну, если вы, например, там, жгучая брюнетка. То вам такой оттенок принта для пюрда подходит. Еще взяла две сумочки. Да, с сумками я разгулялась. Поэтому я вам говорю, что что-то придется отдать. Вернуть. Я хотела себе нарядную сумку. Потому что моя из шеин, наверное, ей 150 лет. Она уже немножечко приустала. И мне уже стыдно с ней ходить. Она вся поцарапанная. И вот на праздники иногда идешь на какую-то вечеринку. Тоже нечего взять вот такого нарядного серебряного. И у меня дилемма. Потому что мне обе нравятся. Это, между прочим, еще цены без скидки. Правда, вот эта дорогая. Короче, такая вот сумочка. Сюда поместится телефон. Она как какая-то Вера Вонг, наверное. Что-то в этом духе. Тоже шлейка достаточно. Ремешок вот этот достаточно длинный, чтобы набросить на плечо. Даже просто с жакетом, к джинсам. Она вся полностью в стразах. Но не очень-то яркая. Можно даже просто там на ужин куда-то, например, пойти. Взять ее с собой. Она типа как атласная. И вторая. Это чисто вечерний вариант. У меня нет здесь телефона. Не могу проверить. Ну, сюда телефон вот влезает в притык мой. А у меня не айфон макс, а обычный про. И она полностью расшита бисером. Конечно, эффектная малышка. Может, я ее выжду на еще больших скидках. О, как вариант. Тогда вообще будет даром. Ну, хотя могу и не дождаться. Ее могут раскупить. И с нарядными платьями тоже ничего. Так, ну, наверное, я все-таки ее верну. Хотя, это черная. Это просто стальная. Они обе классные. Я не люблю тратиться на какие-то вещи, которые я не ношу часто. А такие вечерние сумки, вы же понимаете. Я не светская дама, чтобы каждый раз куда-то ходить. Хотя, если честно, то каждую неделю у нас какие-то вечеринки. Покажу вам это, чтобы вы мне не говорили, что на мне все хорошо сидит. Фиг там. Во-первых, с меня сейчас слетят штаны, потому что они очень велики. И на талии, и по бедрам. Это новая коллекция. Я покупала этот костюм на праздник, но он совершенно не сел. Штаны у меня в размере S. Или это кюлоты. Я не знаю, что это должно было быть, но оно на меня большое. А в топе, девочки, я еле дышу. Правда? Он такой плотный у меня. Размер XS. И мне, наверное, надо побольше. И эти брюки, они широки мне. Ну, здесь, наверное, они должны сидеть свободно. Они спадают и вообще сидят на бедрах, выглядят ужасно. А, еще, девочки, взяла босоножки вот такие. Это Аэрос Продажа. Босоножки, между прочим, на невысоком устойчивом каблуке. Я еще не поснимала все эти штучки, потому что думаю, оставлять или нет. Но они удобные. Только вот эти ремешки могут натирать, мне так кажется. И я их себе взяла в 37-м размере, при том, что на плоском ходу у меня все в размере 38. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.